Ну вы поняли, да? Приветствую вас, парни и девчонки! С вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки. Сегодня у нас среда, а значит настало время очередного обзора, и в этом видео я хочу поговорить о зеленом рейнджере. Итак, Hero Pack под артикулом 5743 содержит 27 деталей, как и два предыдущих набора, и скорее всего, как и два следующих. Содержимое тоже вполне себе стандартное для подобных сетов. Блистерная часть упаковки, в которой спереди есть пакетик с деталями, а также сзади еще немного деталей и наклейки. К тому же спереди находится пара деталей, оружие и, конечно же, сама фигурка. Ну и про инструкцию забывать не стоит, она тоже есть в комплекте. И давайте я быстренько соберу все детальки воедино, и на этот раз я покажу вам весь процесс сборки, ускоренной, конечно же, съемки. Ну вот как-то так выглядит наша постройка после всех строительных работ, которые занимают считанные минуты. Также хочу рассказать о том, что пускай и не сразу, но я обратил внимание на то, что на листике с наклейками, оказывается, логотип Мегаблокс можно отклеить. И я воспользовался этой возможностью и заклеил надпись Made in China на кубике, которая так сильно меня раздражает. Немного о фигурке. Во-первых, лицо у Майка отличается от Кевина и Эмили, что, безусловно, хорошо. Во-вторых, броня у зеленого рейнджера другая, она не белого цвета, как у предыдущих двух персонажей. Да и в плане дизайна сей аксессуар тоже весьма сильно отличается. Третье, о чем нужно сказать, это его персональное оружие, лесное копье. Ну то, что выглядит оно очень круто, это очевидно. А вот что не так очевидно, это то, что сделано оно не из резины, как предыдущее персональное оружие, а из пластика. А еще копье украшает канзи, или другими словами японский иероглиф, который, кстати, означает дерево. Такой же символ расположен и на маске Майка. Надеюсь, он такой же стойкий, как дерево, а то ведь есть и другое выражение – тупой, как дерево. Будем считать, что он все же просто очень стойкий парень. Также на иероглифе можно разглядеть диск силы, который приводит к тому, что на палке самурая появляется лезвие копья. Ну а что касается его вращающегося меча, то он вполне себе стандартный. В плане качества фигурка Майка в общем и целом не сильно хуже или лучше предыдущих двух рейнджеров. Кстати, ссылки на предыдущие обзоры есть в описании. Тут также имеются разного рода огрехи в покрасе и склейке рук и ног. Что касается его подставки, то в целом она такая же, как и у предыдущих самурай рейнджеров, за исключением нескольких мелочей. Задняя планка не зеленого цвета. Если вы помните, то у прошлых двух рейнджеров задняя планка была такого же цвета, как и сам рейнджер. А тут она почему-то черная. Ну а крепление для личного оружия выполнено в золотом цвете и располагается чуть ниже, чем у остальных. Но тут-то все понятно. Просто копье немного длиннее других аксессуаров. В плане конструкции отличий никаких нет. А вот так троица смотрятся вместе. Ну и еще одно фото. Все самураи рейнджеры на своих подставках. И здесь я, пожалуй, буду заканчивать, ибо все уже вам рассказал. Но, как всегда, если есть вопросы, пишите их в комментариях. Непременно отвечу вам, как будет свободное время. Ну а я надеюсь, у вас есть несколько свободных секунд, чтобы поддержать это видео своими самурайскими лайками, а также стойкими, как дерево, репостами. А если вы впервые на канале или просто не подписаны на него, обязательно оформляйте подписку и вступайте в ряды могучих рейнджеров Сын Отеца Игрушки. И, конечно же, не забудьте про колокольчик. Я же благодарю всех тех, кто досмотрел видео до конца, ибо это тоже важно для продвижения канала. Кстати, давайте глянем, сколько нас тех, кто досматривает видео до самого конца. Пишите в комментариях хэштег Сын Отец Игрушки, и так я пойму, кто из вас смотрит ролики до конца. Друзья-коллекционеры, еще раз благодарю вас за внимание, и увидимся уже завтра. Пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok